8 июня в нашей стране отмечается День социального работника. Эта профессия имеет в России уже более чем трехвековую историю. В 1701 году Петром I был подписан указ о начале создания системы социального обслуживания. Профессия социального работника была и остается одной из самых почетных и благородных. Есть особая страна под названием детство. А царит ли в этой маленькой стране покой и уют, здоровье и счастье, доброта и забота, милосердие и сострадание – зависит от взрослых. Вот уже на протяжении 40 лет Татьяна Карпенко работает с детьми, да с непростыми. С теми, кто волею судьбы остался без материнской любви и отцовской ласки, даже при живых родителях. Татьяна Николаевна – воспитатель в Славянском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Для нее работа с детьми – это не просто профессия, это призвание. Работа мне очень нравится. Я вижу результат своей работы. Вижу, как радуются дети, узнавая что-то интересное. Люблю петь с ними, люблю проводить викторины. Детям очень нравится. Очень нравится видеть их хорошие, довольные лица, улыбки. Потому что дома не всегда они это видят. А здесь они находят то, чего дома нет. И мы им даем здесь. Это и радость, это и знание, это и общение в окружающей среде. То, чего они не знают и не видят дома. Дети, попадающие в социально-реабилитационный центр, часто обделены вниманием и поддержкой взрослых. Татьяна Николаевна старается отдать своим подопечным все самое лучшее – окружить их теплом и заботой. И за это они благодарят ее звонким смехом, искренней улыбкой и безграничной любовью. Наша воспитательница красивая, уная, ласковая, милая, труболюбивая. Мы с воспитательницей отлично проводим время. 31 год посвятила детям и социальный педагог Славинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Наталья Гаранжа. Нет большего счастья, чем ощущать себя нужной детям, уверена Наталья Алексеевна. Она вкладывает в каждого ребенка частичку своей души, стремится помочь детям обрести себя в этой жизни. С пониманием относится к проблемам ребят и помогает их решать. Конечно же, я свою работу люблю, ценю. И где еще можно найти такую интересную, такую насыщенную эмоциями жизнь, где можно увидеть широко распахнутые глаза детей, в которых столько доверия. Конечно же, не всегда просто. Конечно же, иногда встречаются сложности. Нужно найти подход к каждому ребенку, нужно попытаться понять его душу, нужно принять его и сделать его личность богаче и более развитой. Героини нашего сюжета Наталья Гаранжа и Татьяна Карпенко вместе со своими коллегами, работниками учреждений социальной защиты населения, были приглашены в районную администрацию на торжественный прием, посвященный их профессиональному празднику. Глава Славинского района Роман Синеговский и председатель районного совета Григорий Литовко отметили, что профессия социального работника требует от человека бескорыстия, милосердия и полной самоотдачи. И только действительно чуткие и добрые люди могут посвятить себя служению другим, так как это и делают участницы приема. Ваша служба, она стоит у истоков, наверное, самых необходимых наших потребностей, то есть желание человека просто жить, нормально, как говорится, самые необходимые вещи иметь, иметь пищу, иметь крышу над головой. И вот вы стоите у истоков вот той помощи, которая необходима в целом людям. Вы знаете, вы люди особой профессии. Здесь может работать и ужиться только человек добрый, отзывчивый, внимательный. Ну и можно прибавлять, прибавлять сколько хочешь этих терминов. Но человек, пришедший сюда, он пришел, наверное, навсегда. И вот, как сказал Роман Иванович, вы уже вжились в эту профессию. Начисление субсидий и пособий, уход за пожилыми людьми и инвалидами, поддержка детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сбор гуманитарной помощи для пострадавших в чрезвычайных ситуациях – всё это только малая часть той огромной работы, которую выполняют работники социальной сферы. Они всегда готовы выслушать и поддержать в трудную минуту. Благодаря им многие забыли о чувстве одиночества. Ведь в их жизни стало на одного близкого человека больше. За заслуги в организации социальной помощи населению, большой вклад в развитие отрасли, все присутствующие были награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».